Что мы начинаем с вами? Рассидитесь, пожалуйста. Итак, ребята, сегодня у нас знайтины уроки. Кто знайка? Знаете? Да. Я не знаю, что это. Какой знайка? Умный, сообразительный, изогнадательный, находчивый, упознательный. Значит, у нас уроки, у нас знайтины, значит, они помогут нам становиться умными. Любознательный, находчивый, изобретательный. Находчивый, изобретательный, мы же и так уже находчивый, изобретательный. Только мы с каждым днем будем все выше и выше по ступеньке успеха, подниматься по лестнице успеха. Хорошо, значит, сегодня, ребята, у нас с вами будут веселые исследования. И мы будем учиться, как, знаете, быть умнее, находчивее, изобретательнее и так далее. Но я хочу задать вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а как называются люди, которые занимаются настоящими научными исследованиями? Так, ну давай, Никита, ты. Ученые. Ученые, совершенно правильно, это ученые. Ученые занимаются наукой. Вот у меня в руках листочек, здесь написаны ключевые слова от разных наук. Я сейчас буду вам их загадывать. Говорить ключевые слова. А ваша задача догадаться, о какой науке идет речь. Пожалуйста. Кома, вещества, реакция, кислород. Кто догадался? Какая наука? Химия. Химия, молодец. Совершенно правильно, аплодисменты Акни. А у нас следующий вопрос. Сила тока, магнитное поле, электрический заряд. Вова, какая наука? Физика. Физика, аплодисменты. Вова, подружки, я радуюсь, одержим успехом. Очень надо много учиться. Материки, океаны, эквады. Это... Угрожающий мир. Угрожающий мир. А кто знает по-другому науку? А как называется, Света? Окружающий мир. Так, а вот... Ну, да, окружающий мир. В старший класс, это науку, она много называется. Так, я вам говорила. География. География, аплодисменты. А мне второй раз. Так, и следующее. Растения, молин, млекопитающие, эволюция. Это что за наука? Узкие языки. Ох ты! И что, моя антиресина попала? Еще. Еще. Корень растения имеется в виду. Да, может быть. А ты, Анатолия Васильевна. Анатолия Васильевна. Ну, давай, Аня, скажу. Анатолия, что желает? Ну, она... Анатолия, давай. Нам надо... Биологию. Биологию. Аплодисменты. 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 Ой, что-то, Денис, как-то ты так мяло. Аплодируешь. Только посильнее, так, чтобы я имела что-то раз за свету. Еще одну науку вам скажу. Сумма, склопки, разность. Скажи, рекора. Мать. Почему вы легко ее так отгадали? А потому что там есть и склопки. Да потому что на всем это хорошо. Знакомо. Ну, молодцы. Это была разминка. Дальше все будет хитрее. Вот, как ребята-ученые, так же, как и вы, были когда-то маленькими. И, конечно, когда они были младенькими, они были любознательными, как знайка. Много хотели знать и задавались им. Сейчас я предлагаю вам попробовать себя, работая в группе, выполнить одно из заданий. В машине не было транспорта, чтобы ездить, и все ходили бы пешком. Так, еще варианты кто дополняет, у кого есть варианты. И что бы случилось-то еще бы. Света, пожалуйста, дополняй. Так, Денис, вот сюда сядь, что-то снили. Сначала все уставали ходить туда-обратно. Были бы все уставшие. А вы думали, может, здоровенькие все были? Ну да. Ну вот, а за другой стороны плохо, но устаршие, здоровенькие, но устаршие. Кто еще добавляет? Что бы, Денис, что бы, что бы, что бы было? Там бы пешком ходить на стемнение. Да, пешком. Ты не говоришь, что, ребята, за плечи пошел бы за товаром в стемнение, да? Еще что-то есть у тебя? Да. Если бы не было колес, мы бы хотели поехать в город какой-нибудь за покупками. И идем пешком, идем, устали, устали. И мы бы, когда мы опаздываем, мы просто сели в машину, быстро поехали и поуспели. Если бы без машины, мы бы ничего не... А может быть, это будет, как этот фокус-то бегает, или кто-то сильно, ты бы тоже так же бегал, везде бы успел. Ну да, не только он, я бы, 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 все бы, не устали, мы бы все быстро успели. Все понятна ваша позиция. Садитесь, эксперты научно оценят, умеете ли вы предполагать ответ. Молодцы, поплопайте себе. Поплопайте. Как-то себе. Ой, как плохо, ну давай я вам поплопаю. Вот теперь смотрите, ученые свойственны характеру ученого, угадывают. Кстати, многие из вас, мы постоянно с вами разговариваем загадку. Но сегодня я приготовила более сложные вам варианты. Вряд ли вы знаете точные ответы на мои загадки. Но вот я предлагаю вам послушать и проверить то, что называется интуицией, умение предугадывать. Слушайте первый вопрос. Итак, сейчас я буду задавать вопрос себе. Так что сейчас работает, поднимает руку и высказывает твой вариант. Слушайте внимательно. Самое толстое дерево на земле это барабаба. В обхарате его толщина, угадайте, сколько метров. Вова, твой вариант. Можно сидеть. Я считаю, что толщина барабаба 1 метр 15 сантиметров. Ну все понятно, 1 метр. Денис, твой вариант. Кто был близко? Я считаю толщина барабаба. Бабабабаба. Бабабаба. 2 метра. 2 метра. А какой, Никита, твой вариант? Один метр и три сантиметра и один миллиметр. Ладно, все пойдет. Твой вариант, Света. Всякая у вас не достойна уважения. Я считаю, что толщина Баобаба 100 метров и 20 сантиметров. Хорошо. Кто еще и желает вариантов? Анна, твой вариант. Я считаю, что толщина Баобаба 59 сантиметров. Тамадосное дерево в мире. Папа, пожалуйста, ты, Данил, у тебя какой вариант? Я считаю, что толщина дерева Баобаба 98 сантиметров. Так, вот смотрите, ребята. Ты на него еще, Данил. Давай. Я считаю, что толщина Баобаба 20 с половиной метров. Метра. Метра 20 с половиной метров. Вот смотрите, ребята. Вот все варианты, что вы же пожелали высказаться, самая на сей момент интуиция больше развития Данила. Хотя он далеко, но он ближе всех к истине. Потому что толщина Баобаба в аквари 20 метров. Он стал 20. Больше никто на этот вопрос близко. Второй вопрос. Самые глубокие корни у фикуса из Южной Арктики? Длина корней этого фикуса. Предположите, сколько? Как самые длинные корни. Мы не вставайте, называйте ответ быстрее. Я считаю, что 9 сантиметров. Так, пожалуйста. Данил, вы говорите. 300 сантиметров. Так, пожалуйста. 1 метр. Так, Света. Брога, пожалуйста. 5 метров. Так. Никита, 3 метра. Так, 1 метр. 1 метр. 1, пожалуйста. 1 метр. Так, какого? 12 метров. Так, Данила. 2 метра. Вот знаете, ребята. 15, пожалуйста. Какой вариант? 14 метров. 14 метров. Я вам хочу сказать. Посмотрите. Если вы хотите быть знаменитыми, не учеными, вы не знаете ответ, но если говорится о самых длинных сорнях. Ну, мы с вами говорим, допустим, говорили про растения пустыню, что у них очень длинные корни, говорили, и то это не самые длинные, да? Ну, конечно, 1 метр, вот если вы высказываете вариант, я считаю, что вы не задумаетесь. Интуиция не помогает. Ага, все 120 метров. Вот так вот. Да, да, да. Самое старое дерево планеты, это сосна из Калифорнии. Сколько ей лет, как вы думаете? Так, называйте только число. Вова, не вставай, чтобы нам денег не тратить. Пожалуйста. Сколько лет это засняет? 2500 лет. Так, Никита, вы что называете? Что лет? Что? Так, пожалуйста. Я? Да. Тысячи лет. Так, пожалуйста. 142 год. Так, пожалуйста. 1050 лет. Пожалуйста. Так, пожалуйста, Данила. Шесть лет. Лет сколько? Так, пожалуйста. 16 лет. Вот послушайте, ребята. Ближе, и я сейчас вам скажу ответ. Ну, можно ли это считать ближе? 4 тысячи лет этой сосны. Ближе всех все-таки. Хотя я очень далек был Данил, который сказал тысяча лет. Самое старое дерево. Ну, ладно, сейчас вы точно угадаете близко. Послушайте. У кукушки необыкновенная пить, она ест все, что другие птицы должны взять. Все гусеницы. За один час сколько гусениц считали? Говорите только число и все. Пожалуйста. 100. Так. Не 100. 150. Так, Симуа. А, 200. Так, пожалуйста. 300. Так, пожалуйста. 300. Пожалуйста. 100. Лера. 200. Так, пожалуйста. 99. Пожалуйста. Пожалуйста. 30. Вот я сейчас вам скажу ответ правильный, и вы увидите. Вот интуиция, у кого сейчас, как у настоящих ученых, оказывается, за час нас едает с укусениц. Кто был близко? У интуиции. У Светы, у Никиты и 99, по-моему, был ответ. Вот, Данил, попробуйте себе интуицию. Сейчас не подвела. А я знаю, кого было ровно 100. Ровно 100? И я знаю. Сова питается грузунами. В основном она ночью питается. И скажите, в год там, на сколько грузуна уничтожает? Кто вариант ответов? За год. Анна. 5 тысяч. 5 тысяч, ты предполагаешь? Пожалуйста. Говорите мне, вставай. Говорите, вставай. Давайте мы уже, вставай, вставай. Говорят, что это вот этапы, которые у нас на неделе математики, декаде математики проводятся. Здесь тоже очень можно себя проявить хорошо. Ну, во-первых, начинаем мы всегда с не очень серьезных вещей. Потом у нас даже здесь есть презентация, шутка всерьез о математике. Они и посмеются, дети имеются в виду, и познакомятся с чем-то интересным. Знакомство с биографией – это обязательно. Все равно, не зная истории чего-то, какой-то невозможно чего-то добиться. Дальше обязательно каждый год проводим День точности. И при на внимании смекалку вот здесь непосредственно появляются те звездочки, которых дальше нужно держать. Турнир различный, но здесь было названо самый смекалистый. Устный счет, без него никуда. Причем устный счет у нас в практике дается, что в пятом, что в одиннадцатом классе один и тот же. Конкурс на лучшего наборщика текста. Ну, тоже чем-то заинтересовать надо, современный уже. Дальше конкурс рисунков у нас проводился. И... И... Ну, вот... First of all, let's answer the question. Where do people usually have a meal? Where do people usually have a meal? А где вы уже? А почему? People usually? Мг. 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 И я suggest you visit one of the most famous restaurants in Europe. Do you agree? But first of all, let's revise some expressions. Now, you will repeat these expressions after the speaker. Повторяем за диктор выражения. Then, we will use these expressions in the textbooks. Здравствуйте, могу я заказать столик? Hello, can I have a table? Еще раз обдавайте. Здравствуйте, могу я заказать столик? Hello, can I have a table? Здравствуйте, могу я заказать столик? Hello, can I have a table? На сколько человек? For how many persons? For how many persons? На сколько человек? For how many persons? For how many persons? For how many persons? Поехали? Ну, поехали. ЦУП! ЦУП! Супер. Вы. Вы. Ширка. Ширка. Я про урон. Стоимостью еще биты. Биты. Ты река, красная. Воскресенье 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 Где те планы На твой стороне И ветры берез И на нацарь Возьмите Озеро Танганиха Почему значит она тоже сестра? Тоже глубокая Значит тоже образовалась Как образовалась? В трещине В трещине В результате движения земной коры Образовалась трещина Образовалась озера Байкал И в Африке точно так же Озеро Танганиха Образовалась трещина Воскресенье Хорошо Следующее Шри-Ланка Индостан Лабрадор И Сомали Шри-Ланка Индостан Лабрадор И Сомали Шри-Ланка Индостан Лабрадор И Сомали Шри-Ланка 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 Что здесь является? Чем? Остров либо острова А Шри-Ланка? Целый остров Капля-то А это что будет? Остров 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 Молодцы А вот такой вопрос Усте Марена Приток И порог Усте Марена Вот этот второй способ Вот почему-то Хочется разделить Надо Давайте еще раз Задачку поймем Опять смотрим Задачку Ну 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 мы Если принимаем любые Если неправильно Мы поправимся Да? Вот посмотрите внимательно Общая стоимость 480 тысяч Так Кресло стоит 8 тысяч А стоили 4 тысячи За штуку Но стульев купили В два раза больше Вот посмотрите Стульев купили В два раза больше А стоимость Стула и кресла Сорвите Они равны Как это равны? Потому что Вот два стула Как другу кресло И одно кресло Стоят абсолютно одинаково Правда ведь? Потому что кресло Два раза дороже стула Значит два стула И одно кресло Стоит одинаково Значит Если мы 480 тысяч Разделим на два Мы что узнаем У этих действий? Сколько Сколько отдельно стоит? Стульев и стульев И сколько отдельно стоит? Кресло Вот ребята Всем понятно Почему вот эти два? Да Потому что у нас Два стула И одно кресло Стоит одинаково Понимаете? Два стула И кресло Мы по этому делим 240 тысяч Это что я здесь напишу Рублей? За что? На двух стульях Одного Нет Отдельно Отдельно Это не цена А стоимость Чего? Всех Стульев Стульев Получается так Вот уже Мы с вами определили Что это и личные праздники Ладно Мы пока остаемся в покое Давайте еще посмотрим Какие еще праздники бывают В 23-й А 23-й Куда пойдет? В государственный праздник Или в Ростыле? Почему? Потому что Он у нас только в России День 23 февраля Отмечается Он даже называется День Сочетника Отечества А отечество Это опять Если поверим отечество Это как называют его? Мы опять же сочетали Вкус Наше отечество Называется Россия Вот Пожалуйста А это Росты Просты Просты А он даже еще по-другому Да Называется в календаре Написано в любых словах О! Международные Какой-то оказывается Праздник так Отмечается он Или не отмечается В разных странах Например Но тем не менее Назван-то О!